2 Питер 2. Глава 2. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут ловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами и адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипачи тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны, и не страшатся раздлословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них перед Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденную на уловлении и истреблении, злословя то, чего не понимают, в растлении своем, истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневные роскоши. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают невутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы гонимую бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутые пустословия, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тленья, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается, по верной пословице, пёс возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идёт валяться в грязи.